Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия-1. Сегодня мы будем говорить на очень серьезную тему о продовольственной безопасности России. Но прежде чем мы начнем, давайте узнаем, какую погоду нам обещают наши синоптики. В Карачаево-Черкесии ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза, ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду, ночью будут порывы до 11-14. Температура ночи плюс 1-6 в горах до 5 градусов мороза, а днем 13-18 выше нуля и местами до плюс 9. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду, ночью будут порывы до 11-14. Температура ночью 2-4, а днем 16-18 градусов тепла. Нынешнюю пассивную кампанию аграриям Карачаево-Черкесии придется проводить в непростых условиях. Это связано с санкциями, наложенными на нашу страну. Рост цен на сельхозтехнику, нарушение привычных логистических производственных цепочек, те вызовы, с которыми столкнулись представители АПК. Насколько сегодня хермерские хозяйства республики обеспечены всем необходимым, чтобы провести пассивную кампанию в срок и качественно? Ответы на эти вопросы мы нашли у заместителя министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Джамбулата Лехова. Джамбулата Равильевич, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. И первый вопрос к вам будет такой. Скажите, пожалуйста, как сегодня в таких непростых экономических условиях ведется пассивная кампания? Какие работы проводятся? Что и сколько будем сеять? Мы планируем посеять 111 тысяч гектар. Из них зерновых, зернобобовых культур на площади 89 тысяч гектар. На сегодняшний день на территории республики засеяно 25 тысяч гектар озимых культур. Кроме того, в республике будет посажено 86 тысяч 500 гектаров зернобобовых культур. Из них кукурузы на зернок будет посажено на площади 62 тысячи гектар. 4 тысячи 800 гектар будет сахарная свекла. Порядка полторы тысячи гектар будет картофеля. Подсолнечник на площади 8 тысяч гектар планируется посадить. И овощи с закрытого грунта на площади 220 гектар. Многие фермеры предпочитали покупать семена иностранного производства. Справедливо решают, что у них большая урожайность. Особенно это касается, конечно, семян свеклы и кукурузы. Скажите, пожалуйста, а что сегодня? Где фермеры будут брать семена? Насколько республика обеспечена посевным фондом? Фермеры успели законтрактоваться на 70% с семенами как иностранного производства, так и отечественной селекции. В основном, основные проблемы возникли с ценовой политикой. Цена на импортные семена выросла порядка 20-30%, в некоторых моментах и 50%. Это существенно бьет по сельхозтоваропроизводителям. Самый большой объем импортных семян на сегодняшний день – это кукуруза 90% и сахарная свекла 90%. Остальные все культуры практически на 50% оснащены семенной селекцией российского производства. Также обеспеченность свеклы на сегодняшний день в республике 55% – то, что успели закупить импортного производства. Остальные, скорее всего, мы будем заменять семенами российской селекции. Семена российской селекции практически ничем не уступают импортным семенам. У нас на территории республики есть семенной завод «Хаммер». Также в близлежащих регионах есть семенные центры, институты по семеноводству, которые могут в ближайшее время полностью заменить импорт российской селекции. Жанг Платровевич, мы наблюдаем, что с каждым годом во время посевной кампании цены на горюче-смазочные материалы поднимаются, пусть не высоко, но растут. А согласитесь, во время посевной рост цен – это серьезная проблема. Как сегодня обстоят дела в Карачаево-Тюркесе с горюче-смазочными материалами? Как-нибудь помогаете вы фермерам в этом вопросе? По горюче-смазочным материалам могу сказать, что цена у нас держится на уровне инфляции по сравнению с прошлым годом. За последние 2-3 недели цена даже упала на пару рублей. Поэтому, в принципе, жалоб на горюче-смазочные материалы к нам не поступало. А насколько сегодня фермеры обеспечены техникой? Что собой представляет автопарк Карачаево-Черкесии, Минсельхоза республики? И, конечно же, вопрос, который мы не можем обойти стороной, касается запчастей. Потому что в хозяйствах Карачаево-Черкесии есть техника, мы знаем, и отечественная, и иностранного производства. И вот если во время сева техника выйдет из строя, что делать фермерам? Где им брать запчасти, особенно если это техника иностранного производства? Опять-таки, таких проблем к нам не поступало. Именно по проблеме запчастей, но цена довольно-таки существенно изменилась, особенно на импортную технику. Порядка 50% цены выросли. Это существенно бьет по фермерам. На российскую сельхозтехнику выросло порядка 15-20%. И на, соответственно, запчасти российского производства тоже цена поднялась порядка 20%. Мы ведем ежедневные, еженедельные диалоги с фермерами. На сегодняшний день транспортный парк республики укомплектован 97%. До конца года планируется приобретение еще порядка 20 тракторов и одного комбайна. С запчастями, если проблемы возникают, фермеры обращаются к нам. Мы совместно с Минсельхозом России ищем пути, как помочь в данной ситуации, как выйти из данной ситуации. Многие крупные агрохолдинги страны предупредили, что в этом году они не смогут в достаточном количестве, как и прежде, закупить в нужном объеме минеральное удобрение и средства защиты растений. Это связано, конечно, в первую очередь и с ростом цен и с тем, что их просто элементарно не хватает. Скажите, как решается этот вопрос в Карачаево-Черкесии? Сможут ли наши фирмы рассчитывать на то, что они будут в полной мере обеспечены и минеральными удобрениями, и средствами защиты растений? В Карачаево-Черкесской республике вопрос решается так же, как и по всей России. Минсельхоз России взял под свой контроль оборот именно удобрений. С конца прошлого года подавались заявки регионами и законтрактовывались каждое предприятие, сколько кому будет необходимо удобрение, на какой период. И составлялся календарь. Согласно календарю, мы, в принципе, произвели весь запад нужных удобрений. На сегодняшний день мы ожидаем поставку дополнительных средств в республику для проведения весенних полевых работ. Приобретено 4700 тонн удобрений. А средства защиты растений? Средства защиты растений были импортные. Мы пытаемся сейчас их заменить на российские. У нас есть два предприятия довольно-таки крупных. Это Август и Щелково Аграхим, которые, я думаю, ничем не уступают своим иностранным аналогам. Вопрос, который очень волнует наших фермеров и защиты их урожая. Мы видим, что каждый год фермеры посадили, посеяли там шиницу, кукурузу. Все вроде бы выросло. Потом град, дождь, такие аномальные явления. И урожай гиблистокормен. И поэтому очень важна работа противоградных установок. У нас их было 32, сегодня осталось 16. И головное предприятие, которое располагается в Кабардино-Балкарии, предупредило, что если в этом году правительство Карачао-Черкесии не заплатит за их работу, то они идут на совсем. Постановить их будет гораздо сложнее, потому что за каждую придется заплатить по 30 миллионов. Скажите, этот вопрос, как вы пытаетесь решить совместно с правительством Карачао-Черкесии, потому что это действительно важно? В этом году Минсельхоз Карачао-Черкесской республики проводит аукцион на проведение противоградовых работ. Я думаю, в этом году мы постараемся помочь фермерам, чтобы они избежали прошлогодних ситуаций. И на территории 240 тысяч гектар есть 16 установок, благодаря которым мы постараемся их защитить в этом году. Аграриям не привыкает жить в условиях санкций, но тем не менее финансовая обеспеченность сельхозпроизводителей во время пассивной кампании играет решающую роль, ключевую. Скажите, пожалуйста, многие фермеры ждут помощи от правительства, от поддержки, рассчитывают на то, что вы им поможете. Какие механизмы господдержки предусмотрены сегодня для фермеров Карачао-Черкесии? На сегодняшний день правительством республики, правительством России, мини-сельхоза России, мини-сельхоза республики осуществляют ряд мер для поддержки сельхозтоваропроизводителей. На сегодняшний день у нас завершается прием документов по поддержке сельхозтоваропроизводителей на возмещение затрат на 1 гектар. Также мы завершаем прием документов по мини-садам. В этом году будет три кооператива, которые в различных районах республики. Правительство республики в этом году также выделяет 25 миллионов на поддержку свекосеющих хозяйств. Возмещение страховых расходов 50% на элитные семена. В общем, мы пытаемся оказать ряд мер для помощи сельхозтоваропроизводителям, которые оказались в нынешних условиях. Мы также ежедневно общаемся с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, рассказываем им о ситуации, пишем о дополнительных мерах поддержки. Я думаю, правительство поддержит нас и мы окажем необходимую помощь всем сельхозтоваропроизводителям. Спасибо за ответы ваши. Всего доброго. Будем надеяться, что фермеры наши выстоят. Ну а мы с вами отправляемся в село Дружбу, чтобы посмотреть, как справляется с посевной местное хозяйство. В знаменитом колхозе Кубань работа кипит. В этом году из-за запоздавшей весны посевная началась немного позже. Надо наверстывать упущенное. Санкции с санкциями, а посевную кампанию никто не отменял. А с зимой пшеницей, как и в прошлом году, засеяно тысячи гектаров. Площадь посевов сокращать не собирается. Буквально через 2-3 недели начнем сеять кукурузу, подсолнечник, в мае месяце сою. Вот под эти культуры у нас отведено определенное количество площадей. Если точно, то кукурузу будем высеивать 300 гектар, подсолнечника 200, сои 120, сахарную свеклу 120, овса 62 гектара и ярового ячемня 160 гектар. Состояние техники – одно из главных слагаемых успехов земледельцев, которое гарантирует хороший урожай. Для успешного проведения посевной кампании в слегка сортеле Кубань имеются все возможности. В ее автопарке представлена и отечественная почвообрабатывающая техника, и высокоэффективная техника из Европы. К весенней полевым работам мы подготовили свои дискаторы для первичной обработки земли. До посева надо обработать землю. Это два К-700 и два трактора МТЗ-1221 Минского тракторного завода. Сев сахарной свеклы будет подготовлена почва, и сев сахарной свеклы будем делать французскими селками. Плантер-2, очень хорошие селки французские. А если иностранец выйдет из строя, то уже не беда. В колхозе Кубань все просчитано на два шага вперед. Многие запчасти в хозяйстве приобрелись заранее. Пока ресурсов хватает, говорит главный инженер. Запасные части, те, которые нам нужны на данный момент, мы еще с прошлого года заготовили на иностранную технику. Часть техники мы уже отремонтировали в прошлом году еще. Но на часть техники есть у нас запасные части. Проблем с этим не будет. А то, что касается наших тракторов, наших селок, то, естественно, есть хорошие магазины у нас в Феркеске. И где, значит, то, что мы не достаем, Ставропольский край нам помогает. Из семенного фонда колхоз Кубань предпочитает семена отечественной селекции, приспособленные к местным климатическим условиям. В этой пассивной компании проблем с закупкой исходного материала не было, говорят аграрии. Что касается зерновых, овса и ячменя, мы, вероятно, культурами полностью обеспечены семенами. Соя у нас тоже своя. А вот что касается семян подсолнечника и свеклы, еще пока мы не приобрели. Во всяком случае, кукуруза в ближайшее время на 300 гектар приедет уже. Что касается качества посемного, для этого есть стандарты определенные, ниже которых вам просто такие семена нельзя продавать. Поэтому качество там будет нормально. Единственное, генетически, как они заложены. Но для того, чтобы узнать, как или иной ситуации он подходит для данного региона, для данного хозяйства, для этого есть госсортсеть, сортоучастки, которые испытывают эти сорта и, соответственно, подают предложение по внедрению того или иного гибрида. Удобрениями Кубань тоже обеспечены. Их закупили еще до Нового года. Осталось решить вопрос с приобретением некоторых гербицидов, которые производятся за рубежом. Что касается азотных удобрений, да, мы полностью обеспечены. То есть вот сейчас идет подкормка азимых, мы полностью обеспечены. Ну и частично там останется на подкормку пропорщенных культур, свеклы, кукурузы. Но это мы, что касается аммиачной селитры, да, мы полностью обеспечены. Но вот что касается фосфорно-калийных, вот это вот проблема. Такая ситуация по всей республике. Обычную нейтроморфозку днем с огнем не найдешь, говорят фермеры. Не поставляют. Просто-напросто. Дефицит нету и все. Наши партнеры в одностороннем порядке изменили условия договоров и повысили цены по средствам защиты. Поэтому сейчас идут у нас переговоры и надеемся в течение недели мы этот вопрос закроем. И это не единственная проблема, которую предстоит решать руководству колхоза Кубани. Еще в начале года сюда завезли горюче-смазочные материалы, но на все время пассивных работ их не хватит. Очень дорогие запасные части, особенно резины. Практически в два раза подорожало все. Ну, закупочные цены на нашу продукцию практически осталось как прежде. Ну, там на несколько процентов, буквально на 5-6 процентов подорожало и все. А сами поставщики запасных частей и сами запасные части, они, я не знаю, как будто в другой стране находятся. Например, это колесонный трактор в прошлом году стоило 15 тысяч рублей. Сегодня цена его выросла ровно в два раза. То, что касается и нефтепродуктов. Я понимаю, если бы страна, допустим, завозила нефтепродукты со стороны, с другого государства. Ну, внутри государства вот такой диспаритет цен на нашу продукцию. А по какой цене вы покупали? Мы вот покупали буквально последние уже 45-47 рублей за литр. Это вообще, ну, ни в какие экономические законы оно никак бы не лезет. Понимаете? У нас нет средств, допустим, на сегодняшний день покупать, продавая, значит, по одной цене, по низкой цене, а покупать по дорогой цене. Это практически хозяйство просто развалится. Это просто идет тенденция к этому. Своими силами придется решать и другие вопросы. А ведь это только начало пассивной. Впереди битва за урожай. Фермерам республики пообещали господдержку. Им выплатят субсидии за прошлый год. Но по сравнению с предстоящими расходами, это капля в море. Удобрение очень сильно подорожало. По сравнению с прошлым годом, практически в два раза, если не в три. Если мы в прошлом году покупали ее по 14-16 рублей, в этом году по 23-30 рублей. Дефицит как минеральных удобрений, так и вот нейтрамофоски. На сегодняшний день, конечно, ситуация сложная, но будем выбираться, как получится. Я переговорила с поставщиками удобрений. Будем сейчас в течение 10 дней решать этот вопрос именно по нейтрамофоске. Скажите, а как-нибудь государство помогает вам? Именно по минеральным удобрениям пока нет. Обещают? Пока не было никакой информации насчет именно минеральных удобрений. Проблема с ростом цены, как бы фермеры сами справляются. То есть своими силами? Своими силами, да. В колхозе Кубань руки опускать не собираются. Понимают, сегодня речь идет не только о собственной выгоде. От каждого такого хозяйства, ни много ни мало, зависит продовольственная безопасность страны. А потому будут и сеять, и пахать, и сажать. За 8 лет местные аграрии сумели адаптироваться к санкциям. Помогла господдержка региональной субсидии на закупку посадочного материала семян техники. Но сегодня государство не должно стоять в стороне. Самостоятельно аграриям эту продовольственную безопасность не обеспечить. Мы будем и дальше рассказывать о том, как живут фермерские хозяйства и республики. Как они работают и как помогает им государство. Потому что именно сегодня закладывается будущее нашей страны. Ее продовольственная безопасность. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами, дорогие зрители, и желаю вам хороших выходных. До новых встреч в эфире.